это пульс дня мы продолжаем выпуск я уже неоднократно говорил что замечаю как люди бывшие сторонники дональда трампа меняют свое мнение таких было достаточно даже в нашем эфире но мой гость сегодня не из таких он стоит на стороне трампа илья левков присоединяется к нам илья приветствую приветствую я только не согласен я я я не стою на да я склонен к нему но в этот я так существенно понимаете не только вот то я не буду повторять например давайте мы займем идти вперед хорошо хорошо давайте пойдем сразу к темам колюш я постоянно в эфирах последнее время готовлю выдержки и содержания речей дональда трампа то илья сегодня подготовил некоторые выдержки и содержаний камалы харрис не да но не несколько одну я возьму одно слово одно из речений которые она повторяет и которые непонятно оно непонятно большинству абсолютному большинству американцев и они не понимают что это чем это начинено и чем это веет я выхожу в такие вещи я не буду входить такие кулацкие драки она говорила раньше изменилась это тонны этого есть и кто не и кто так сказать неленивый пускай зайдет на сайт геннити у него целая галерея галереи от подобных высказываний я хочу затронуть все штуки как политолог в более существенно а выражение которое она говорит это анбурден байзе пас вы понимаете мы освобождены от прежнего бремени вы слышите бремя понятно да вот но что это такое чем они освобождены и откуда это вы не поверите это это слова которые написаны написаны были частью гимном советского союза кажется до сорок первого года а именно это слова интернационала покуда Михалков не написал новый гимн советского союза и вот что это значит анбурден значит все что было это не наше мы должны отбросить этого это вот эти эти слова мы свой мы новый мир построим кто был никем но об этом умалчивается здесь не говорит но сама строка она так понятно те кто не только гражданам советского союза но и те которые внедрялись и читали это на многих языках и на оригинальном немецком и как ни странно а интернационал на иврите звучит чрезвычайно поэтический я из всех того что я читал это вот самый поэтический такой невероятно кто-то должен сесть и написать анализ и статью на эту тему и так вот она абсолютно идет здесь вопрос понимаете а я не байден то что я говорила это тоже вот меня я свободна от своих прежних высказываний понимаете и мы на и мы не возвратимся в прошлое это вот все камала харрис и мы и мы не ограниченными нашими прежними позициями мы сделаем вот то что наши ценности они остались а именно ценности веры а именно идеалы они остались как таковыми и поэтому это в ней сидит не сидит это как ни странно с юных лет а именно когда они жили в канаде а одна из сокурсниц ее было как-то проблемы какие-то были они были близкими подружками и она камала спросила что с тобой он говорит мой отчин домогает ко мне сексуальный все такое и вот это неправота это обижение этой девушки что к ней приставал ну ее не по отец ну а как называется отчим отчим дастов и она степ-фадер и она взяла эту девушку приютила фамилия значит мать камалы и она то она соприкоснулась в очень раннем возрасте к этой идее неправенства очень очень глубоко и вот это и она была во всех своих и в колледжах она участвовала во всех этих движениях и потом когда она стала генпрокурором сан-франциско потом калифорнии это вот было подсознательно не на поверхности понимаете она не просто нельзя сказать просто коммунистка как ее называют она не знает всего этого она не а а другие высказывания которые она говорила просто добавляют и утверждают насколько плоские и неглубокие у нее знания об этом нет спора понимаете если она сидит и поясняет взрослым вот там есть какая-то страна украина она ограничит с большой страной россия какой-то невероятный детский лепет но он был бы еще как-то приемлем если за этим стояли глубокие даже марксистские догмы но они у нее так на поверхности потому что она вот ее психика и личность она поверхностная она оральная она не академическая понимаете стать адвокатом это не стать академиком вы просто должны знать законы и как ими манипулировать это просто ремесло это не это не профессия чисто чисто вы знаете например в соединенных штатах чтобы стать гражданином нет надобности официально сказано чтобы привлекали к этому адвокатов и все же таки адвокатура так расширилась что практически весь этот процесс в различных стадиях в различных администрациях требует помощи адвокатов понимаете и вот поэтому а ее вот эта оценка всего этого она невероятно поддействовала на нее я просмотрел например все издания ее отца которые построены на марксистском это называется и кейнс экономик экономист кейнс важно они построены тоже на марксистской догмах она была бы если она даже и касалась скажем как то я не знаю насколько у нее был близ контакт с ее от с ее отцом но во всяком случае она наверняка встречалась или могла просмотреть даже в колледже или даже если бы она не поняла всю эту теорию экономистом они сложные это главным образом математика то она бы она 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 чуяла откуда это и вот нужно защищать тех и которые вот и станут после победы всем кто были никто и ничто станут всем и вот в этой структуре она жила и функционировала много лет во всех ее ипостазиях а именно как прокурор сан-франциско прокурор калифорнии и как сенатор и это по это поясняет практически вот ее нынешний и насколько я уже не хочу входить другую что ради ради достижения цен что готова что марксисты как таковы готовы делать практически все потому что они преподносят невероятную ценность всему народу и человечеству а именно марксистские идеи и догмы это был политолог и издатель основатель издательства liberty илья левков спасибо большое спасибо всем и вам и